Президент Петр Порошенко пообещал подписать законодательную инициативу Верховной Рады о курсе странного вхождения в НАТО. Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Дали Грибаускайте в Харькове. При этом президент Украины отметил, что пока говорить о подаче заявки наступления в НАТО слишком рано. До речи, хочу сказать, что они почти совпадают с копенгагенскими критериями для членства в Европейском Союзе. Поэтому реформи, которые мы делаем для того, чтобы адаптировать наше законодательство до Европейского Союза, есть теми самыми реформами. И план действий по членству, когда он был подписан и существовал для Украины, полностью совпадал с проектами, которые есть в Угоде по Ассоциации и с критериями, которые нужно делать для членства. Так что давайте мы сегодня будем говорить не про формальную сторону подачи заявки, а про то, что Украине нужно сделать для того, чтобы реформовать нашу государство, чтобы она соответствовала тем критериям, которые необходимы для членства. Впервые за 200 лет японскому императору позволили отрисеть от престола. Соответствующий законопроект приняла Верховная палата парламента страны. В голосовании из 242 депутатов участвовали 235. Закон одобрили единогласно. «Согласно этому закону, отречение должно произойти в течение трёх лет. Но, конечно же, правительство начнёт этот процесс незамедлительно». 83-летний император Акихита ранее перенёс операцию на сердце и лечился от рака простаты. В августе прошлого года он публично заявил, что возраст может помешать ему хорошо выполнять свои обязанности. Между тем, само слово «отречение» Акихита не произнёс. Многие японцы поддержали пожилого императора, а правительство начало готовить законопроект об отречении и передаче трона старшему сыну Акихита, наследному принцу Нарухита. «Первое за 200 лет отречение – это очень важный вопрос в отношении основы нашей страны, нашей долгой истории и нашего будущего». Японские СМИ предполагают, что отречение состоится в декабре будущего года. В этом случае Акихита пробудет на хоризонтамовом троне почти 30 лет. Император в Японии не имеет права вмешиваться в политику. По сути, он – символ государства и единства народа и выполняет только представительские функции. В настоящее время Акихита – единственный в мире правящий император. Американский футбол в Китае помогает преодолеть последствия политики «одна семья, один ребенок». Работа в команде, дух самопожертвования, формирование личности – это то, что подтолкнуло этих родителей отдать своих детей в первую в Китае молодежную лигу американского футбола. Всего в нее входит 16 команд. Здесь дети учатся тому, что обычно легче понять, когда у тебя есть брат или сестра. А в Китае власти ограничивают рождаемость. Во многих семьях – по одному ребенку. У многих детей есть страхи, и мы помогаем их преодолеть, сформировать личность. Во-вторых, мы помогаем им работать как одна команда, бороться друг за друга и поддерживать друг друга. Многие из них – единственные дети в семьях. Они не знают, как помогать другим, ничего не знают о самоотверженности. Родители говорят, что их привлек именно командный спорт. Футбол также помогает детям отдохнуть от напряженной учебы в школе. «Мы считаем, что играть в этот футбол стоит. Я вижу, что мой ребенок стал более ответственным. Он стал членом команды. Он уже знает, как сотрудничать с другими. Меня зовут Бенджамин. Сначала мне не нравился футбол. Меня записал отец. Я полюбил этот спорт постепенно». Лиза Ли – одна из немногих девочек, которые играют в лиге. Не раз помогала своей команде выиграть. Но ее мама говорит, что о профессиональной карьере футболиста для дочери они не думают. «Она беспокоится о разнице в росте и весе, которая проявится, когда мальчики вырастут. Как родители мы уважаем ее предпочтение. Если она хочет, она сказала, что в крайнем случае станет футбольным тренером. Это тоже неплохо». Соревнования между командами проводят так же, как в США. В пятницу вечером создают атмосферу большой игры с судьями в униформе, болельщиками, камерами и интервью после матчей. Американский футбол в Китае пока не такой популярный, как обычный футбол или баскетбол. Но у него огромный потенциал. В этом году чемпионат Суперкубка. Впервые транслировали в стране через интернет-канал. Каждую неделю матчи смотрело около полутора миллионов человек. В столице Сербии новая достопримечательность. В Белграде появился музыкальный фонтан. Самый большой в юго-восточной Европе. Под итальянскую оперу или классические хиты Майкла Джексона в воздух синхронно поднимаются 350 струй воды. Все это сопровождается красочной подсветкой. «Когда я его увидела, потеряла дар речи. Фантастические цвета. Меня очень впечатлило». «По-моему, нужно немного убавить звук. Но в целом он вполне симпатичный». Впрочем, новый фонтан вызвал бурные дискуссии в соцсетях. Проект обошелся городским властям в 2 миллиона долларов. Многие жители Белграда считают, что эти средства лучше было потратить на ремонт столичных дорог и унылых фасадов. Или же оборудовать кондиционерами городские больницы. Некоторые раскритиковали и сам внешний вид фонтана, а также место, где его решили поставить. Он обосновался на перекрестке дорог. «Меня фонтан не впечатлил. Я много раз был в Китае, в Шанхае и Пекине. И он напоминает фонтаны, которые есть там. Здесь он не вписывается. Хотелось бы чего-то более оригинального. А этот выглядит немного дешево. По-моему, он слишком гламурный. Может быть, это из-за того, что сам этот район еще не отремонтирован. Поэтому выглядит немного безвкусно. Я не настаиваю. Просто мое мнение». Мэрия проект оправдывает, утверждая, что новая достопримечательность привлечет в город туристов. Фонтан оборудован системой подогрева, что позволит ему работать и зимой при температуре до минус 20 градусов по Цельсию.